Доброго ранку, мы из Украины! Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И как всегда, свой обзор я хочу начать с потери живой силы врага на фронте в Украине. За последние сутки российские освободители потеряли 850 своих военнослужащих. А всего же с начала войны, с 24 февраля, российские оккупанты на территории Украины потеряли 127 500 своих военнослужащих. И я напоминаю, что идет 12 месяц войны. Буквально через 3 недели будет ровно 1 год ведения военных действий Российской Федерации против Украины. Развязал данную войну Владимир Путин, российский президент. И на данный момент он не собирается останавливать эту войну. А собирается и дальше разрушать наши города и уничтожать мирное, миролюбивое население Украины. И мы будем биться до последней капли крови. Пока последний российский солдат, живой или мертвый, не исчезнет с украинской земли. Аминь. Но вчера подразделения ракетных и артиллерийских войск Украины поразили 3 замаскированных пункта управления живой силой врага. А авиация сил обороны Украины нанесла 4 удара по местам скопления живой силы оккупантов. И поразила 2 склада с боеприпасами. Но в это время противник продолжает вести активные наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском районе. А за прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили атаки русских освободителей на Бахмут и Углидар. После этого оккупанты приуныли и зализывают свои раны. На всех же других направлениях российские захватчики обороняются. Но в некоторых российских телеграм-каналах циркулирует такая информация, что украинские вооруженные силы в полном объеме совсем недавно, накануне, уничтожили целую разведывательную роту морской пехоты России. В районе города Углидара Донецкой области. Слава ВСУ! Героям слава! Ура! А в это время Европейская парламентская организация Европы, которая называется Паре, проголосовала за создание трибунала над Путином и Лукашенком. И примечательно, что все 100% члены этой организации, включая Беларусь, Венгрию, Турцию и другие подобные страны, которые поддерживают Россию, тоже проголосовали за эту резолюцию. Не было ни одного против и ни одного возражения. Но на центральных каналах в Российской Федерации опять прозвучало дикое заявление, что власти США срочно переносят все биолаборатории, которые размещались на территории Украины, на территорию Польши, а также прибалтийских республик. В общем-то, ничего нового. Моразм в России крепчает. Да-да, не удивляйтесь. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже йде. До новых встреч в следующем обзоре.